МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. В итоге нулевая ничья, и Славия пополняет свою турнирную копилку одним баллом. Футбольный клуб «Гомель» свой матч пятого тура проведет 27 апреля в гостях против «Ислачи». Также завтра состоятся и матчи третьего тура первой лиги футбольного чемпионата Белоруссии. Областной дерби пройдет в «Гомеле». Локомотив ждет в гости Речицкий спутник. Поединок состоится на поле стадиона «Локомотив» начало в 16.00. В 17.00 в Светлогорске стартует противостояние местного химика и мякошевического гранита. Все ближе развязка регулярной части чемпионата Белоруссии по мини-футболу. Завтра состоится 27-й тур. Светлогорский ЦКК отправится в гости к Щучину. Гомельские БЧ и ВРЗ играют дома. Первыми на паркет спорткомплекса «Локомотив» выйдут железнодорожники. Их поединок против Бреста стартует в 14.00. В РЗ и Борисов 900 поспорят за очки в 17.00. В «Гомеле» сегодня завершается первенство Беларуси по настольному теннису среди юношей и девушек 2007 и 2008 годов рождения. На турнир приехали только лучшие теннисисты страны. Лидеры национального рейтинга в своих возрастных категориях. Всего 64 спортсмена. Это третий и заключительный этап соревнований. На турнире разыграют не только медали и рейтинговые очки. Главная цель спортсменов – попадание в сборную Беларуси, которая отправится на первенство Европы. Уже по итогу двух этапов определились явные лидеры. Но заключительный этап очень важен. И по этому этапу будет основной отбор на первенство Европы. Среди теннисистов, которые уже зарекомендовали себе в качестве лидеров, есть и гомельчане. Это Артем Дробышевский и Никон Шутов. Они претенденты на поездку на континентальное первенство. Чтобы отправиться на престижный турнир, необходимо попадать на пьедестал первенства Беларуси. Состав сборной команды – это три юноши и три девушки в каждой возрастной категории. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова